Всем привет, дорогие друзья! Сегодня очередная мотивация. Начну я с того, что буду готовить кушать. Я сначала думала, не буду готовку снимать, как-то не особо. Вот я приноровилась её снимать. Думаю, ну ладно, я уж тут немножко нарезала, всё подготовила. Думаю, ладно, покажу. Рецептик вроде бы на канале я у себя не показывала. Такой ещё рецепт. Я готовлю свиное азу. Ну, не знаю, я так его называю. Получается, это тушёная свинина в томатном соусе с добавлением солёных огурчиков. Я вот называю его мясной азу. И я ещё поставила воду. Отварить хочу свинину на бульон для того, чтобы Серёжа, когда приедет от родителей, он привезёт свежий щавель. И я хотела приготовить суп со щавелем. Но Серёжа сказал, ты уже устала вечером, когда он приехал. Говорит, я уже потом, ты на работе будешь, я сам приготовлю. И вот я с работы тогда пришла, он мне всё приготовил. Я пришла, поела вкусный супчик, было очень вкусно. Что касательно моего блюда азу, я обжариваю свинину. Я уже там заблаговременно нарезала лук, достала томатную пасту. Здесь мне ещё привезли, получается, горох. И я достаю перчики для того, чтобы перебрать их. Какие-то перцы я хочу зафаршировать, а какие-то перчики я хочу нарезать для заморозки. Те перцы, которые я хочу зафаршировать, я буду просто оставлять. Я их помою, почищу и оставлю для того, чтобы их начинить. А перчики, которые я не буду фаршировать, я их помою, почищу и нарежу в пакет. Для того, чтобы заморозку сделать. На зиму очень удобно добавлять куда-то в супы, во вторые блюда. Поэтому всё сейчас с вами помоем, почистим и будем заниматься заготовками. Мне ещё привезли свёклу. Я всё никак не доберусь её почистить, тоже натереть на тёрке или на мясорубке для быстроты. Потому что руками-то долго тереть. И чтобы тоже заморозить, я вот в том году очень много наморозила. Пакетов, наверное, шесть я наморозила. Свёклы очень мне пригодилось. Потому что в борщ вот просто из морозилки достал, выложил на сковородку. Оно оттаяло, пережарил всё и суп готов. Всё, ничего тереть не надо. Я вот всё как-то последние месяца не добираюсь до того, чтобы сделать ещё заготовки из морковки в морозилку. Потому что мы мясом забьём в морозилку и всё, у меня места нету просто. И я такая думаю, ну ладно, так натру и всё. И всё равно при готовке приходится натирать. Я ещё Дашу посадила за стол для того, чтобы она мне чистила горох. Так как гороха там немного, мы ещё часть покушали, конечно. И вот то, что осталось, я хочу, чтобы она мне почистила в баночку. Я это тоже заморожу. Тоже я люблю вот горох, допустим, в супчик добавлять свежий или консервированный. В салатик, возможно, куда-то добавить, допустим, да. Тоже неплохо, я думаю. Вот такая тарелочка у меня перчиков нарезанных получилась. Я сейчас это всё разложу по пакетикам и в заморозку отправлю. И зимой будет очень удобно добавить куда-то во второе блюдо или в супчик. Так, чтобы для цвета, для вкуса было, мне кажется, очень хорошо. Пишите обязательно в комментариях, что вы замораживаете из овощей. Я вот замораживаю свёклу, морковку, перцы, фрукты. Если, допустим, они у нас не доедаются. Ну, бывает такое, что уже всё наелись, переели фруктов. Там, допустим, остался виноград на гроздочке, да, где-то. А ещё какие-нибудь ягодки остались. Это всё в морозилку. И потом зимой варю компоты. Очень тоже удобно, чтобы и фрукты не пропали, не пролежали просто так, да, не испортились. И просто потом зимой можно будет любой компотик из любых там наборов фруктов сварить. И будет тоже очень вкусно и полезно, самое главное. Достала тоже фарш размораживаться. Рис подготовить хочу для того, чтобы потом зафаршировать перчики. И вот такое количество гороха небольшое у нас получилось. Но ничего страшного, это тоже куда-нибудь в супчик пойдёт, хотя бы на одну порцию. И пока мы с перцами разбирались, у нас мяско подтушилось. Я нарезаю огурчики. Я ещё достала зеленушку. У меня там, по-моему, укропчика совсем немножко осталось. Тоже туда брошу, чтобы не испортился в холодильнике. И скидываю наши огурчики в мяско. И добавлять буду лучок, зелень, всё это перемешивать. И добавлять томатную пасту, соль, перец по вкусу. Может кто-то даже какие-то специи любит. Но я вот ничего кроме соли не добавляю, потому что там идёт кислинка такая даже солоноватая за счёт того, что там солёные огурцы. И вот очень приятный такой вкус получается. Мне очень нравится. Готовите ли вы такое блюдо, пишите обязательно в комментариях. Или, возможно, вы что-то подобное готовите, но немножко по-другому. Обязательно пишите в комментариях, будет интересно. Возможно, возьму себе на заметку. Добавили с вами томатную пасту. Всё перемешиваем. Я ещё добавила водички. Сейчас это всё дело у нас потушится. И до готовности, пока мяско не станет мягким, я буду это дело тушить. И потом выключу. Мяско у нас на бульон доварилось. Я его оставлю. Серёжа на следующий день приготовит суп со щавелем. Это был как раз-таки тот у меня единственный выходной после приезда Соли Лецко, когда я утром наводила порядок, мотивашку снимала. А вечером я собралась с мыслями приготовить покушать. Что-то так раскочегарилась. Думаю, сейчас и суп сварю. Но Серёжа говорит, нет, ты утром и прибиралась. И всё, и всё. Говорит, давай уже суп потерпи. Главное, кушать приготовила и хорошо. И вот он привёз ещё молодую картошечку. Я, конечно, не снимала видео, как именно я её мариновала там. Но мы запекли её, просто кусочками нарезали. В специях обваляли, в соли, с маслом. И всё запекли. Молодая картошечка у нас на гарнир. И наша азу из свинины готова. И следом покажу молодую картошечку. Родители говорят, картошка вообще мелкая. Прям очень мелкая. Говорят, скоро её выкапывать. Она вообще очень мелкая в этом году. Не знаю, что случилось. Жарко, возможно, было. И здесь я ещё покупала тесто дрожжевое. Решила. Потому что мы когда уезжали, у нас в холодильнике была колбаса. И нам нужно её куда-то было деть. Потому что у нас не было сколько. И как бы уже, чтобы не залежалась колбаса. Мы уже и свежую купили. Чтобы вот это не залежалось, надо её использовать. И я решила сделать пиццу. В последнее время мне нравится на пиццу именно колбасу не нарезать какими-то брусочками, квадратиками. А я её просто тру на тёрке. Она и воздушная такая, лёгкая, совсем не чувствуется в пицце. И как-то вот, не знаю, быстренько натер, натер её. И всё, и всё. И даже я вот раньше, я помню, по первости, когда только училась готовить пиццу, я так по каждой тарелочке ингредиенты раскладывала. Сейчас я просто всё в одну кучу. Даже сыр. Не то, что сверху его посыпаю. А просто одну консистенцию такую делаю из наполнения. Засыпаю пиццу сверху, тесто посыпаю вот этим наполнением. И сверху выкладываю помидорки. И получается, сыр не только сверху запекается, но и внутри. И мне так даже нравится намного больше. Поэтому я пользуюсь сейчас таким методом. И пока я все эти манипуляции делаю, ставлю духовку разогреваться. Пока она разогревается, укладываю тесто. И всё быстренько. Как-то вот стараюсь упростить себе все эти задачи. Сразу просто раньше тоже в отдельной миске я, значит, томатную пасту с майонезом замешивала. Морала это всё. Сейчас просто всё сверху. И потом вилкой всё это разглаживаю. Сейчас беру этой кисточкой, всё размазываю. В общем, сейчас я стараюсь намного всё быстрее упростить. Как-то всё попроще. И получается так же вкусно. И поэтому я ищу такие способы, чтобы быстрее как-то это всё в одну кучу перемешал, насыпал, засыпал. И всё. И то же самое получается. Та же самая пицца, просто по-другому приготовленная немножко. Технология готовки немного другая. И всё. Нам останется только украсить сверху помидорками и отправить в духовку. Раньше, когда в декретном отпуске была, как-то вот именно с выпечкой я не особо дружила. Вот прям по настроению. Либо мне надо, чтобы меня кто-то попросил что-то приготовить, либо чтобы у меня был настрой. Сейчас я стараюсь всё равно на каждых своих выходных что-то выпекать. Будь это булочки, пицца, какие-нибудь сосиски в тесте всё равно. И вот такая вот у нас пицца получилась. Мягкая, пышная и очень вкусная. На работу я себе пару кусочков тоже взяла. Ну и на кухне мы с вами закончили. Мне надо разобраться ещё здесь с вещами после приезда. Надо поставить стирку. Целый пакет вещей мы привезли грязных. Там всё равно что-то по минимуму стирали. Потому что там было бессмысленно даже что-то сильно стирать. Потому что в любом случае ты идёшь на озеро, оно солёное. Ты надеваешь поверх купальника одежду. И всё равно ты весь просто белый, солёный становишься. И это было вообще бессмысленно всё стирать. И мы всё привезли. И вот я распределяла, одну партию постирала. И вот сейчас большая вторая ещё партия тоже останется. Я там разгребу где светлое, где тёмное. Поставлю стираться. И пока машинка стирается, я буду делать в коридоре другие дела. Потому что там вещи тоже остались. Их надо будет разобрать. У меня ещё девчонки перед отъездом в Солилецк ездили отдыхать к бабушкам на пару дней с Серёжей. И получается, что они там ходили, гуляли, где-то на болото ходили. В общем, учухали свои кроссовки. И я, получается, перед отъездом в Солилецк возьми, да и замочи их в воде. И вот пока нас не было, эти все кроссовки просто пролежали в воде. Я думаю, господи, я, наверное, испортила обувь. Но они были настолько грязные, что их просто целиком изначально прям сразу в машинку. И даже не было желания, если честно, отправлять. Думаю, капец, у меня машинка станет грязнее, не чище, чем эти кроссовки. Поэтому я решила сначала их, думаю, немножко застираю. Чтобы не такие уж сильно грязные, их отправлять в машинку стиральную. Сначала думала, может я их руками отчищу. Но поняла, что нет. У меня, во-первых, уже руки устали, когда я только начала ещё первую пару отчищать, да, отстирывать. И потом поняла, что нет, мои сутавы не скажут мне спасибо. И машинка меня спасёт от этого наказания. Я их просто немного пошёркала, основную грязь убрала. И потом, когда у меня вся стирка вещей отстирается, в последнюю очередь я отправлю обувь стираться. Пособираю, возможно, там ещё какую-нибудь обувку, чтобы потом всем скопом всё это дело постирать. Потому что кроссовки вообще ни на что не похожи. Можно было, если их не отстирать, то можно было сразу прямиком их выбросить. Ну, слава богу, машинка справилась на ура. Я ещё добавила прокарбонат натрия. И поэтому вообще кроссовочки стали как новенькие. Ну, а пока у нас всё ещё там машинка стирается, мы в коридоре разгребём беспорядок, потому что как приехали ночью тогда так всё и составили. И обувь скопом всем стоит, и мусора много. Пока я прибиралась в течение дня, насобиралась пакетов куча. Всё это надо разобрать. Здесь я ещё подготовила подружке обувь для ребят. Она чистая, постиранная. Я её из балкона достала, и вот надо мне её в пакет убрать. Но я ко времени озвучки уже отдала этот пакет с обувью. Подружка сказала, что кроссовочки прям хорошо подошли. Чему я безгранично рада, что не надо выбрасывать кроссовки, да, или куда-то их откладывать, долго хранить, чтобы там Милана, допустим, до них доросла. А есть кому именно в этот момент их отдать, чтобы они пригодились. Кто-то их поносил. Вот в этот пакетик я всё собрала. Потом на работу отнесла, и муж у подружки приехал, забрал. И я ещё из коридора насобирала и свои кроссовки, и даже на какие-то ещё кроссовки. В общем, насобирала обувь для стирки, для того, чтобы всем скопом прям всю обувь в машинку отправить. Я не боюсь за обувь, я не боюсь за машинку, потому что как-то уже много раз стирала. Не боюсь я. Если всего боятся, то я не знаю, можно никогда ничего не упрощать себе. Вот руками шоркать я тоже не могу. И мне проще в машинку закинуть. Собрала, кстати, у девчонок, у Серёжи все кепки, потому что мы пока ехали, они тоже все употели. Надо постирать, чтобы тоже чистенькие, опрятненькие кепочки были. Я головные уборы не ношу никакие, только могу платок навязать, допустим, вот тут, где были фотографии, да. Я навязываю себе в виде банданы платок на голову и ношу, вот где-то, если выбираемся к воде. А так вот летом я хожу без головного убора, потому что я не могу себе подобрать головной убор. Показываю, что у меня порвалась лямка на рюкзаке. Я сначала думала, что я выброшу этот рюкзак. Не думала, что я не смогу пришить, но мы с Серёжей пришили лямку у рюкзака. Так что этот рюкзак за 299 рублей еще послужит из фикс прайса. Он мне служит уже больше двух лет, поэтому еще я с ним похожу. Очень удобно, кстати, с ним ходить на работу. Ну и всё. Основной такой поверхностный порядок в коридоре мы с вами навели, пропылесосили, всё лишнее убрали. Показываю вам окончательный результат. Фарш у меня к тому времени еще не разморозился, поэтому перчики фаршировать мы с вами будем в следующем видео. Так что ждите. Будем с вами делать заготовочки из фаршированных перчиков. Ну а на этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть под любым роликом. Всех люблю, всех целую, всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok